Всем привет! Говорят, они кушать витамины и будут правы, но есть еще один витамин. Это правда. Добро пожаловать в рубрику «Вся правда у трансформера», где мы знакомимся с различными героями. Неважно, кто он, плохой или хороший, мы его обязательно раскроем, так как это наша задача в данной рубрике. Сегодня у нас будут гирс, гештальт, оптимус, максимус, а также некоторых раскроем, кто входит в данный гештальт, а некоторых мы не будем раскрывать, так как были раскрыты раньше. Видео можно, конечно же, найти на канале. И дабл дилер. Сегодня столичка. Давайте приготовимся и приступим получать полезную информацию. Витамины. Начнем с автобота по имени Гирс. Характер. Гирс храбрый и мужественный воин, но по характеру, как ни странно, законченный и похондрит. Он вечно чем-нибудь недоволен и на что-нибудь жалуется. Во всем и во всех видит только отрицательные стороны. Это не значит, что ему действительно не везет или что ему плохо на земле. Просто нытье – это его хобби. Если случается хоть что-нибудь по поводу чего можно побрюзжать, он будет совершенно счастлив. Казалось бы, такое поведение должно вызывать неодобрение и насмешки у соратников по оружию. Но все проходит, как говорится, с точностью да наоборот. Автоботы просто улыбаются, пытаясь хоть немного подбодрить беднягу. Внушают Гирсу, что не все так плохо и что не стоит отчаиваться. Они тем самым поддерживают боевой настрой и в самих себе. По крайней мере, так считает Оптимус Прайм. Если же бесконечные жалобы и стоны Гирса начинают выводить автоботов из себя, они просто уезжают и на некоторое время оставляют его одного. Ха-ха. Ладно. Технические возможности. Несмотря на свои небольшие размеры, обладают огромной силой, мочью и выносливостью. Наряду с хвостом часто используются для перевозки больших грузов на дальние расстояния. Если у автоботов закончится топливо, способен их просто поднять и перенести в нужное место. Или поступить аналогично для экономии ресурсов в тяжелых ситуациях. Ко всему прочему является летающим трансформером. Может подняться в воздух на высоту до 20 миль и плавно спуститься на землю. Способен работать днем и ночью, благодаря своим высокочувствительным оптическим сенсорам, восприимчивым к инфракрасному излучению. Все эти качества делают его эффективным и ценным разведчиком. По официальным данным его боевые качества оцениваются следующим образом. Сила, выносливость и храбрость 8. Огневая мощь 6. Интеллект и скорость 5. Мастерство 3. Слабые стороны. Уныние и депрессия. Это можно сказать рабочее состояние Гирса. И все уже к этому привыкли, однако они могут негативно повлиять на выполнение боевых операций. Кроме того, он обладает слабой маневренностью в воздухе, что превращает его в легкую мишень для врагов. Что ж, теперь биография и она будет из первого поколения. Его можно увидеть практически во всех сериях, но главным действующим лицом он является в одной из серий второго сезона. В этой серии Мегатрон устраивает хитроумную ловушку для автоботов на золотом прииске, специально для того, чтобы захватить в плен Гирса. Собственно говоря, лидеру десептиконов нужен не сам Гирс, а одна из его микросхем. Она совершенно уникальна, другой такой нет ни у кого из трансформеров. Эта микросхема является ключом, с помощью которого можно привести в действие солнечный шприц. Устройство, позволяющее высасывать энергию прямо из солнечного ядра. Она же, как выясняется, отвечает за кошмарный характер Гирса. После ее удаления он становится милым, благожелательным и покладистым. Старается никого не огорчать и всем услужить. В том числе и десептикона. Когда солнечный шприц запущен в действие, солнце становится нестабильным. Возникает угроза его взрыва и превращение в сверхновую звезду, что в свою очередь приведет к уничтожению всей солнечной системы. Ради спасения Земли автоботы должны, во что бы то ни стало, отключить солнечный шприц, вынув из него микросхему Гирса. Но когда микросхема наконец возвращена законному владельцу, тот снова становится брюзгой и занудой. Ох, о таком герое я ни разу честно не слышал и не видел и не знал. Но познакомиться с ним было правда интересно. С какой-то стороны он похож и на нас, на людей. Теперь его голос. Его озвучивал в первом поколении Дон Мессик. И что ж, время фигурка. Ну вот, начало сделано и один трансформер раскрыт. Теперь настало время другого, а именно Гештальт Оптимус Максимус. Технические характеристики. В бою Оптимус Максимус может использовать гигантскую версию ионной винтовки Оптимуса Прайма, но предпочитает полагаться на свои кулаки и огромную физическую силу. Также способен выпускать ракеты. Личность и черты характера. Личность Оптимуса Максимуса зависит от того, кто находится во главе. Когда Гештальт контролирует Прайм, гигант проявляет исключительно его черты. Хладнокровие и точное следование плану стратега. Если же автобот взаимодействует как команда, Оптимус Максимус становится похож на Оптимуса Прайма в стремлении защитить других. Теперь время биографии из комиксов IDW. Когда во время атаки Менезора, Санстрикер, Мираж и Аренхайд прерывают разговор Оптимуса с Прайм, находящимся в камере прибегает Ретрип с загадкой комбинаций. Пять автоботов становятся Гештальтом, который подчиняется воле Праула, у которого уже есть опыт контроля Девастатора. Появление Оптимуса Максимуса, контролируемого Праулом, приводит Девастатора в ярость, и тот нападает. Вмешательство других Гештальтов и внутренние конфликты делают Максимуса неспособным сражаться, пока они не приходят к соглашению. После этого он руководит действиями Супериона и Дефенсора против Менезора, а сам атакует Девастатора, заодно проходя через Космический мост на Велоцитрон и Карцер. После боя он разделяется, чтобы Старскрим мог арестовать Праула. Хммм... Насчет Праула не совсем могу понять, за что Десептикон должен арестовывать полицейского, когда должно быть наоборот. Если знаете, напишите в комментариях. А мы переходим дальше. Как Гештальта мы раскрыли и узнали некую информацию, но надо узнать каждого по отдельности, имея в виду автомотов, которые составляет данный Гештальт. Напомню, с некоторыми мы уже знакомы, и про них рассказывать не буду, так как знакомились раньше. Видео можно найти на канале, конечно же. Но есть с кем мы еще не знакомы, как, например, Санстрикер, Праула и Родимус Прайм. Начнем, пожалуй, с первого. Санстрикер. Технические характеристики. Санстрикер трансформируется в легковой автомобиль марки Ламборджини Галардо. Особо прочное полимерное покрытие делает его корпус практически неуязвимым для вражеской артиллерии. В боевой арсенал Санстрикера входят ракеты класса «Земля-воздух» с лазерным наведением, которым он способен сбить практически любой истребитель на расстоянии 56,3 км. Помимо этого он вооружен лучевой винтовкой, которая посылает высокочастотные электронные импульсы в радиусе 8 км. Даже непродолжительная серия таких выстрелов способна прожечь 8-сантиметровую дыру в листе сверхпрочного сплава стали с титаном толщиной 1,5 см. Согласно официальным данным, его боевые качества оцениваются следующим образом. Выносовость 8, храбрость, скорость и огневая мощь 7, интеллект и мастерство 6, сила 5, ранг среди автоботов 5. Личность и черты характера. Санстригер один из самых опасных и безжалостных автоботов. Это спокойная, уверенная в себе боевая машина. Он был бы просто идеальным бойцом, если бы не чудовищная самовлюбленность, которая делает его абсолютно неспособным к командной работе. Санстригер обожает сам себя и имеет ужасную привычку даже во время боя останавливаться, чтобы дать возможность окружающим полюбоваться его изящными обводами. Хм-хм. Слегка биографии из комиксов IDW. После чудовищной битвы между автоботами и десептиконами, которая привела к пробуждению Биста, мертвое тело Санстригера лежало вместе со всеми остальными трупами. Вот оно как получается неожиданно. Ладно, следующий персонаж будет Праул. Технические характеристики. Праул способен мгновенно анализировать любую ситуацию, просчитывать множество различных исходов и следить за несколькими сотнями движущихся объектов одновременно. Автобот может стрелять из наплечных установок ракетами с зажигательной смесью с температурой при взрыве до 12 тысяч градусов Цельсия, а также носит кариозную полуавтоматическую винтовку. Трансформируется в полицейский автомобиль Datsun 280ZX Turbo. Когда автоботы стали максималами, Праул выбрал альтмод Льва. В этом теле он может соединиться с Сильверболтом и Айрнхайдом в Магна Босса. Зубы Льва способны разрывать броню до 6 дюймов толщиной, а в режиме робота его оружием служит кислотная вилка, личность и черты характера. Автобот отличается немногословностью, преданностью и огромным терпением, ненавидит любые сомнения, поэтому работает исключительно с фактами, предпочитает слушать, а не говорить. Приверженность правила легихи делает его уязвимым в непредсказуемых ситуациях, а также нередко приводит к заключениям, которые могут показаться другим автоботам аморальными. В то же время он старается объективно и справедливо оценивать все происходящее, равно как и действия окружающих. И давайте узнаем его биографию из первого поколения. Также добавлю, можно его встретить в различных комиксах и играх. На Кибертроне сыщик Иначи Праул был одним из советников Оптимуса Прайма, и они вместе с Джазом Следопытом Иначи Трейлбрейкером приняли решение покинуть планету в поисках новых источников энергии. Вскоре корабль врезался в землю, автоботы и десептиконы пролежали в 114 миллиона лет. Когда десептиконы пришли в себя, сыщику пришлось отражать их нападение на солнечную электростанцию. Когда только что созданные единоботы разбушевались, сыщик и другие автоботы безуспешно пытали их утихомирить. Позже он помогал собрать и протестировать двух новых членов отряда. Также он помогал справиться с катаклизмами, возникшими из-за появления Кибертрона на орбите. Позже сыщик был в составе отряда, выследившего шаттл десептиконов в джунглях. Позже он помогал людям восстанавливать разрушенные сооружения и наблюдал дуэль Оптимуса Прайма и Мегатрона. В 2005 году, когда автоботы готовили контрнаступление против десептиконов, закрепившихся на Кибертроне, сыщик вместе с Айенхайдом, Брауном и Ретчтом вошел в состав экипажа шаттла, который по приказу Оптимуса Прайма был отправлен на землю за Энергоном. Однако шаттл не долетел до места назначения, его атаковали десептиконы. В начавшейся перестрелке, Праул погиб первым, сраженный выстрелом Конструктикона Скраппера. Вот такой печальный конец, к сожалению, также. И остался последний герой, это Родимус Прайм. Дополню, он не всегда в этом гештальте появляется. Технические характеристики. Еще на Кибертроне ход рост считался одним из наиболее быстрых и технических продвинутых ботов. На земле он модифицировал свою альтформу по образцу легкового автомобиля Dodge Viper. Затем, после принятия матрицы, его альтформой стал грузовик. Хотя в новом транспортном режиме Родимус Прайм стал более массивным, чем прежде его, показатели скорости возросли со 120 до 200 миль в час. Длина пробега без дозаправки достигает 500 миль. В режиме робота вооружен двумя фотонными лазерами, смонтированными на руках. Позднее к ним добавились фотонный эллиминатор, стреляющий высоковольтными электрическими разрядами. Официальный рейтинг боевых качеств Родимуса Прайма, скорость и огневая мощь 9, силы, выносливость, храбрость, интеллект и боевое мастерство 10 и ранг среди автоводов 10. Вот это показатели. Личность и черты характера. Ход рот романтичный слегка легкомысленный, но славный юноша, который мечтает о подвигах и стремится походить на своего кумира Оптимуса Прайма. Он до краев переполнен нерастраченной энергией, зачастую действует не подумав, но всегда из самых лучших побуждений. Его лучший друг земной мальчик Дэнни Утвики, рядом с которым Ход Рот чувствует себя старше и опытнее, чем на самом деле. Он опекает Дэнни как младшего брата и относится к своим обязанностям очень серьезно. После апгрейда Родимус остался энергичным, как и прежде, но стал еще более детским и упрямым. Он зрелый, физически крепок и силен, мудр и решителен в поступках. Рассуждается пломбом бывалого ветерана, демонстрирует уверенность в себе до такой степени, что это может показаться даже проявлением высокомерия. Однако в глубине души Родимус Прайм нередко сомневается в своих собственных решениях и прочих ощущениях, так как постоянно сравнивает себя с предыдущим лидером и комплексует по этому поводу. Что ж, теперь мы должны узнать биографию, и она будет из первого поколения. Конечно, его можно встретить Родимуса Прайма не только в первом поколении, но если будем про все рассказывать, то, увы, не хватит времени на других. Начнем. Родимус Прайм и другими автоботами отражали атаки Десептиконов, пока не прибыло подкрепление в составе Оптимуса Прайма и отряда Диноботов. Когда Оптимус вступил в схватку с Мегатроном, Хот Род хотел помочь своему шефу, но Кап удержал его. Хот Род сделал великую ошибку. Десептикон схватил молодого воина и, прикрываясь им как щитом, выстрелил в Оптимуса Прайма, смертельно ранив его. Позднее Хот Род среди прочих автоботов находился подле умирающего Прайма. Именно он принял его из рук Матрицу Лидерса и передал ее Ультра Макрюсу. Корабль, на котором летели Хот Род, Кап и Диноботы, был подбит Десептиконами и потерпел крушение на планете Квинтесса, а его пассажиров разбросало в разные стороны. Патрон очутился в море. Здесь он спас Ворчуна, иначе Капа от чудовочного робокальмара. После этого они вдвоем отправились на поиски товарищей, но по дороге были схвачены Оликонами, прислужниками Квинтесса. Их заключили в тюрьму, затем отвели на суд и приговорили к смерти. Однако автоботы оказали отчаянное сопротивление стражникам, а вскоре подоспели Диноботы и освободили их. Узнав, что Гальватрон забрал себе Матрицу Лидерства, Хот Род решил преследовать похитителя. Автоботы и их союзники Джанкионы добрались до Кибертрона и сразу же вступили в битву с напавшим на планету Юникроном. Хот Род сумел проникнуть в чрево гиганта и обнаружил там Гальватрона с Матрицей Лидерства. Они стали сражаться и в конце концов Хот Роду удалось отобрать Матрицу у Десептикона и открыть ее. Властью Матрицы Молодой Автобот был превращен в могущественный вождя и обрел небывалую силу, благодаря которой смог разрушить Юникроны и защитить свой мир от гибели. С этого момента он стал носить имя Родимус Прайм и был провозглашен новым лидером автоботов. Думаю, столичка биографии достаточной. Теперь, кто же озвучивал его и не только? Сан Стрикера озвучивал Кори Бертон в первом поколении. Браула озвучивали в первом поколении Майкл Белл, мультсериал роботы под прикрытием 2001 года Уэйн Льюис, в трансформерах Энергон Алистер Аббелл, трансформеры Анимедит Джефф Беннетт, мультсериал кибервселенная Дик Терхун и трилогия битвы за Кибертрон Айрон Ведж. А Родимуса Прайма озвучивали в первом поколении Дик Гаутер, Джет Нелсон и Тед Шварц, в мультсериале Энергон Паул Добсон, в Анимедит Джет Нелсон и Комбайнер Уорс Бен Пронски, а также Titans Return Джет Нелсон. Чтобы переходить к другому трансформеру, мы должны рассмотреть фигурки Оптимуса Максимуса, Санстрикера, Праула и Родимуса Прайма. Ну и вот, остался последний трансформер на сегодня, а именно Дабл Дилер. Дабл Дилер уникальен среди трансформеров, поскольку он занимает место в армиях автоботов и десептиконов. Правда, однако, в том, что это безжалостный механоид, наемник верный только тому, кто ему платит, и то только в том случае, если ему не бросается в глаза лучшее предложение. Иногда даже его собственные партнеры не знают обо всех двух кличах, сделках Дабл Дилера. Его навыки и сила делают его ценным активом для обеих сторон, но на самом деле обе доверяют ему только настолько, насколько они могут бросить робота-хранителя. Дабл Дилер также почти уникальен среди пауэрмастеров, тем, что у него есть два бинарных партнера, Нок и Скара. В некоторых вселенных он связан с наемниками. Скажу о себе, он вроде бы как тоже трехрежимник, может трансформироваться и в робота, и в птицу-сокола, а также в грузовик, на котором может перевозить ракеты. Теперь давайте узнаем биографию из комиксов IDW и из трилогии «Битва за Кибертрон». Начнем с комиксов. Являясь частью первой команды Хот-Рода, автобот по имени Дилер остался один на один с засадой десептиконов, в то время как Хот-Род, уже потеряв остальную часть своей команды, сбежал с целью миссии «Великолепие». Однако молодой автобот не знал, что Дилер стал истинной причиной потери команды Хот-Рода. Дилер был агентом под прикрытием, работавшим на наемника десептикона Банзайтрона, и в этом качестве он саботировал оборудование Хот-Рода и устроил засаду. Предатель поддерживал контакт с Банзайтроном, продавая ему кусочки информации, например, о существовании воинов-комбайнеров, обнаруженных автоботами, которые десептикон использовал, чтобы отследить их до тюрьмы на Гарусе-9. Когда автоботы столкнулись с растущей угрозой Немезиды Прайм и его проекта расширения, Дилер увидел возможность в хаосе. Используя их отсутствие знаний о текущей ситуации в качестве оправдания, Дилер связался с Оптимусом Прайма и предположил, что «Великолепие» может быть решением их проблем. Однако он начал колебаться под воздействием стресса из-за воспоминаний о принадлежности группе, которая считала его другом и которую он предал. Когда Хот-Род вытащил «Великолепие» из укрытия на вершине, Дабл Дилер был готов выстрелить своему бывшему командиру в спину и забрать свой приз. Но Хот-Род раскрыл Дабл Дилера и бывший друг упал с горы. Теперь биография из трилогии о битве за Кибертрон. Наемник, который не верил в ценность фракции Дабл Дилер, служил капитаном звездолета, нанятого Квинтессоном Дезиусом, чтобы доставить ковчег автоботов. Реактивировав и завладев кораблем, Дабл Дилер вынудил Бамбл Би отступить после реактивации автоботов. Прибыв на Чаар, Дабл Дилер объяснил Оптимусу Прайму свое место наемника перед тем, как доставить своих пленников в Дезиус. Дабл Дилер и Дезиус угрожали друг другу своими армиями, и наемники в конце концов уступили. Дабл Дилер и его команда вернулась в союз с автоботами на достаточно долгое время, чтобы они смогли отбиться от армии Дезиуса и сбежать от Чаара на борту ковчега. Как я выяснил позже, Дабл Дилер как бы убили. Так или нет, сказать точно не могу, так как Восход Земли еще не смотрел. А источник, с которого взял информацию, вроде правдивая, но мне некоторые части не понравились, поэтому смог столько информации дать из трилогии. Дабл Дилера озвучивал Майкл Швальби в трилогии о войне за Кибертрон Восход Земли. И что ж, осталось рассмотреть только фигурки. Вот и все. Сегодня мы получили немало витаминов, иначе правды. Надеюсь, было интересно и получили много ответов. Скажу важную вещь. Со следующего выпуска буду стараться подбирать таких героев, которые друг с другом как-то связаны, хотя бы мелочью. Надеюсь, у меня получится. А на этом пока что все. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на канал, нажмите обязательно на лайк и колокольчик, чтобы поддержать меня и чтобы не пропустить свежие видео. И, конечно же, увидимся в новых свежих видео и в этой рубрике также. Все, всем спасибо и всем пока.